Мы продолжаем выпуск. Грамматические ошибки на баннерах и счетах горожан уже не удивляют. Кто в ответе за нарушение закона о языках и почему безграмотные билборды продолжают появляться? Об этом в репортаже Даны Адамбаевы. В Карагандинском регионе более 80 рекламных агентств. Несмотря на существование закона о рекламе, по результатам их работы нетрудно заметить, что на орфографические и грамматические ошибки на казахском языке они совершенно не обращают внимания. Создается впечатление, что самое важное – это дизайн счетов и билбордов, а не содержание текста. Частые покрешности на казахском языке допускаются из-за его незнания. Тема о государственном языке всегда была глобальной. На сегодняшний день в развитии казахского языка большую часть играет реклама. Где бы мы ни жили, рекламные счеты являются зеркалом души этого города. Как вы сами знаете, Карагандинская область считается многоциональным регионом. И поэтому многие нарушители закона государственного языка должны это признавать. Проблема о государственном языке поднималась не раз, но несмотря на это, грамматические ошибки не перестают появляться на всеобщее обозрение. Безграмотное написание встречается не только на рекламных счетах, но и в любой организации нашего города, будь это медицинское учреждение или сфера образования. По этому поводу мы решили провести опрос среди карагандинцев. Например, на сегодняшний день, если просто проезжать мимо какое-то здание, можно увидеть, что там какие-то грамматические ошибки. Это говорит о том, что переводчики переводят неправильно. То есть они переводят дословно, и здесь не все замечают эти ошибки. Все собрания, да, все собрания, все учебники в основном. И даже вот в учебниках, где нужно писать букву «К», они пишут букву «К». И это... Проблемы казахской языка в Караганде какие здесь? В основном здесь жители говорят на русском языке, да? Ну, с советских времен, наверное, осталось. В принципе, у нас и русский язык, да, наравне с государственным, как язык межнационального общества. Ну, проблема остается в том, что в семьях, наверное, разговаривают многие на русском языке. Поэтому, да, а казахский язык... Ну, специалистов здесь мало, наверное, поэтому... Дана Адамбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.